И всем привет! С вами Сергей. Это у нас уже шестый урок по созданию игр Pocket Code. И как вы знаете, в последнее время большую популярность имеют чат-боты, так званые приложения, в которых мы можем общаться с компьютером. Большую популярность они имеют из-за того, что компьютер иногда общается не в тему, выдаёт смешные результаты и так далее. Поэтому они и пользуются такой популярностью. И сегодня я хочу также попробовать создать чат-боты. Итак, приступаем. Для начала создадим новый проект. Называем его чат-бот. Нажимаем ОК. Чат-бот у меня будет очень простой. Объекты я добавлять не буду. Сразу переходим в фон и в скрипты. Итак, что для начала нужно написать? При старте показать. Нет, конечно, это была шутка, потому что этого делать не обязательно. Каждый объект при старте автоматически показывается. Итак, заходим в изображение и ищем такой скрипт, как ask, то есть вопрос, и endstore write an answer in. Выбираем его, и это у нас будет первое слово, которое будет писать наш бот. Например, он у нас будет писать привет. Итак, пишем привет. И имитируем, что это у нас пишет бот. А вот это здесь уже будем писать мы. Например, назовем эту переменную 1. И теперь, чтобы наш бот был более-менее адекватный, мы ему создадим несколько логичных функций. Итак, заходим в категорию управления и выбираем вот эту нам функцию. Итак, здесь пишем, что если одариме слову привет, или давайте с большой привет, то он у нас будет спрашивать, как у нас дела. И ответ, который мы здесь дадим, это у нас будет под номером 2. Итак, что мы это сделали? В начале приложения, когда мы запустили, наш бот пишет нам привет. И если мы ответим ему тоже привет, он сразу же ответит нам, как дела. Но мы можем и не ответить привет. И поэтому, если мы пишем не привет, бот у нас будет писать нам другое. Например, какая красивая погода. Погода. Вот. Теперь можем создать опять же логическую функцию. Также здесь выбираем, что это у нас будет ответ под номером 3. И если мы, например, ответим здесь да, то бот напишет, вы правы. Итак, создаем опять логическую функцию. И здесь пишем, что если 3 доривния, например, да, то бот у нас напишет, вы правы. Если же нет, если мы ответим не да, а, например, нет, то бот у нас ответит, например, вам не угодишь. Вам не угодишь. А было, например, вам не угодить. Вот. И ответ, который мы здесь так пишем, у нас будет под номером 4. А здесь под номером 5. Вот, теперь мы можем попробовать оценить наш новый созданный бот. Итак, запускаем наше приложение. Итак, наше приложение запустилось. И бот нам сразу пишет привет. И мы, например, ему отвечаем тоже привет. Сразу же бот у нас спрашивает, как дела. И мы, например, пишем нормально. Вот. Теперь можно добавить больше наших выражений и создать больше логических функций. Например, создадим еще одну логическую функцию. Что если мы, например, напишем, когда бот у нас спрашивает, как дела. Мы, например, напишем нормально. Значит, дарим мне нормально. Нормально. Значит, бот у нас сразу же спросит, а у меня отлично. А у меня отлично. Создавать таких вопросов и ответов можно просто бесконечно. Также логических функций можно создать очень много. И если хорошо постараться, у вас может получиться очень интересный и разговорчивый бот. Итак, давайте еще раз запустим наше приложение. Итак, наш бот у нас нам пишет привет. Мы ему отвечаем тоже привет. Он у нас спрашивает, как дела. Мы ему пишем нормально. Нормально. Итак, бот у нас спрашивает. А у меня отлично. И мы, например, ему отвечаем. Там, например. Молодец. Бот. Бот. Вот какой у нас получился интересный бот. И чем больше вы напишите своих слов и создадите логические функции, тем расковольчивее у вас будет бот. Также, чтобы бот был умнее, мы можем добавить ему, например, логические функции больше ответов. Например, мы можем написать привет с большой и привет с маленькой. И это все у нас будет означать одно слово. Привет. Но здесь мы написали только с большой, поэтому нам нужно добавить еще с маленькой. Например, добавляем или. Или данные 1. Доревнюю. Например. Привет. С маленькой буквы. Также можно много насоздавать таких ответов. Например. Или 1. Доревнюю. Например. Ку, например. Тоже привет. И так далее. Вот, например, запустим и посмотрим. Вот, например, программа пишет привет. И мы, например, пишем у. Вот, сразу программа выдает нам, как дела. Значит, у нас все верно. И так, наш урок подходит к концу. Создать такого бота очень просто. Не нужно особых знаний. Нужна лишь усидчивость. И немного постараться. И тогда у вас будет вот такой чудесный бот, с которым вы можете поиграться, создать, поиграться с друзьями, показать им и так далее. А на этом все. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И всем удачи. Всем пока. Всем пока.